Физкульт, привет, друзья! Сегодня к нам в гости наконец-то опять-таки пришел Стефан. Вы уже видели видео с ним, но в прошлый раз у нас не очень хорошее качество звука получилось. И сегодня Стефан пришел ко мне в гости в тренажерный зал специально, чтобы сделать хорошее качество. Сегодня мы с вами поговорим о гликолитических мышечных волокнах и окислительных. Именно о гиперплазии миофибрил в разных типах мышечного волокна. Правильно я понимаю? Правда. А в следующий раз, если вам будет интересно, мы поговорим уже о работе над увеличением митохондрии в гликолитических мышечных волокнах и в окислительных мышечных волокнах. Напомню вам, друзья, что Стефан это очень грамотный человек, профессор. Он знаком, не понаслышь, и лично знаком с Виктором Николаевичем Силуяновым. Был знаком, к сожалению. И, кстати, недавно даже по приглашению в лабораторию Виктора Николаевича он ездил в Москву с 12-часовой лекцией. Ребята из команды Виктора Николаевича очень хорошо знают Стефана. Стефана знают очень многие спортсмены из различных видов спорта. Начиная от Формулы 1, заканчивая боями без правил. Всех мы перечислять не будем. Это просто для того, чтобы вы понимали, что человек из области науки. И при этом он сам спортсмен. Сам боец. Поэтому я буду с ним предельно осторожен, чтобы не получить в челюсть. Ну что, друзья, перед тем, как мы начнем, я хочу задать все-таки несколько вопросов. Надеюсь получить ответы, потому что, слушая лекции Виктора Николаевича, читая его статьи, возникает определенное количество вопросов. Мы знаем, что есть четыре фактора мышечного роста, да? Да. Они подходят абсолютно для любого типа тренинга. Хотим мы тренироваться на увеличение митофондрии, хотим мы тренироваться на увеличение количества миофибрил. Четыре фактора нам необходимы, да? Все. Да. Будем поговорить все о каждом. Прежде всего, просто хочу показать, да, это просто, это очень надо, что здесь вместе с Ивана, Егора и его клуб очень хороший, и колеб, если бы вы ни разу не были, должен быть очень хороший клуб в Орландо. И в Iron Religion Gym. Вот, мне с удовольствием быть здесь вместе с Егором, его клуб, Iron Religion Gym, это очень хороший клуб в Орландо, если вы не были, должен посмотреть историю, это очень хороший клуб. То, чтобы вы поняли по опыту, у меня пять книг опубликованы, один на русском языке, это новая книга, она теория и практика в Dix Fight, и там много чемпионов приготовили. Я один известный в UFC, Антонио Силман, Бигфут, и там очень много, более 30 спортсменов в UFC, в книгу, которые я тренировал в течение 10 лет, в которой я живу в Америке. Просто известный тоже Рубис Баррикелло, о Формуле-1, я его тренирую, и его сын Дуду, Эдуардо Баррикелло, он сейчас выступает на Формуле-4, да, хорошие ребята, поэтому у нас разные опыта. И пытаемся сделать связи вместе с практикой, с теорией, чтобы люди поняли. Когда говорим о факторе, перед тем, что мы говорили о факторе, важно сказать, что всякое количество, мышечный волокон разный. И если мы начинаем, мы должны запоминать, что у обычных людей обычно бывает 50% медленный, 50% бустерных, мышечный волокон. И тогда тренировка должна быть отдельная, не одна тренировка, одна тренировка для всех мышечных, не должна быть сделана проблемой. Поэтому первые часы занятий мы будем выделять на гликолитические мышечные волокон, это как в обыше, быстро мышечные волокон. А потом мы сделаем второй, на кислительные уже. Но и для кислительных, и для гликолитических важны вот эти 4 фактора, они неизменны. И факторы и одной, и одной тоже. Вот поэтому и следующий вопрос такой. С тем, что первые 2 фактора это гормоны и подскажи мне аминокислоты. Вот с этим никто не поспорит. Почему? Потому что мы знаем, что спортсмены, которые используют фармакологию, они растут, они большие, они выносливые. То есть мы наглядно понимаем, видим практически, что это действительно важный фактор. С аминокислотами тоже никто не поспорит, потому что это питательные вещества. А вот 2 остальных фактора, это свободный креатин и ионы водорода. Скажи, пожалуйста, Степан, это все-таки теория или это вы как-то в лабораториях доказали, видели на практике? Да, это есть и теория, и практика. На практике это вы точно? На практике, как можно просто посмотреть такой-то пример на практике. Если вы смотрят все олимпийские чемпионы по тяжелой атлетике, по любой категории, обычно что они делают, максимальный вес, но затем количество повторений, которое они делают, это маленькое. Вообще один. Один, два, иногда четыре повторения, но все равно они либо раз или два, только два повторения. А что сначально? Степан есть поршевый, а стресс идет, есть гормоны. Но затем почему мышечные растут так много? Но они же тоже мышечные. Они мышечные, но затем не так сильные, как у физкультуристов, либо у культуристов, либо у людей, которые именно тяжелой атлетикой занимаются. То есть я правильно тебя понимаю, что силовики, это тяжелая атлетика, пау-углифтинг, они сильные, у них есть определенная мышечная масса, но так как они не соблюдают последние два фактора, это свободный креатин и ионы водорода, они не дают мышцам максимального расстроения. Да, если берешь любой тяжелый атлет, и потом начинаешь тренировать по нашему программу, и мышцы будут растут и даже больше, потому что там будет этот фактор. И если мы смотрим, например, есть National Surfing Conditioning Association, это один из самых больших учреждений в мире, и они четко скажут, это называется position scheme, их предложение. Если ты хочешь добыть гипертрофию, тогда объем должен быть побольше. А почему объем должен быть побольше? А теперь идет у нас, вы должны понимать биохимию. Берегимия важна. Берегимия важна. Потому что если злопомни, что случается, в начале это в любое упражнение мы тратим какие? Субтрат, мы тратим АТФ. АТФ длится где-то 2-3 секунды. Очень быстро. Очень быстро. Одно повторим. А потом у нас есть АТФ плюс креатинфосфат. А когда уже АТФ, креатинфосфат, это примерно 10-13 секунд. Это означает, если я сделал раз, два, это было примерно 3 секунды. Максимум, да. Три, четыре, пять, шесть. Когда я сделал между 8 до 12 повторений, это означает, что я уже тратил все АТФ. Креатинфосфат. А теперь что идет? Идет гликолиз. Гликолиз, анаэрона, без кислорода. Без кислорода. Это важно. И поэтому, когда идет гликолиз, это означает, что все креатинфосфаты, они уже тратят. То есть креатинфосфат отделяется? Отделяется, да. И получается энергетический фосфат и свободный креатинфосфат. А это уже давно есть другой русский ученик, биохимик, Николай Японович Волков. И у меня там был эксист с ним, у него много денег, там очень много знаю об его в мире. И он так это сделал и посмотрел, окей, тогда если это получается, означает, если мы добавим креатин, уже как питание, мы уже будем рассинтезировать все это. То есть прием креатина помогает? Помогает, конечно. Вот это объясняется. И это один из примеров, который доказывает, что помогает в этом процессе. Потому что если нет, помогал, тогда креатин бессмысл был. И уже есть более 10 тысяч статей. А сколько нужно тогда, ты посоветишь креатина в день? Все нормально. Тогда как креатин должен принимать? Самое главное, я очень много лет работаю с креатином и исследованием. Креатин – это очень главный момент. Креатин только работает, если сделать первые фазы, которые сатураются. Загрузка? Загрузка. А сколько креатина должна? Очень важна. Обратите внимание. Если нет дела, загрузка будет примерно через 30 дней плюс, чтобы организм начал загрузить. А сколько должно быть дней загрузки? 5 дней, как советуют? 5 дней до 6 дней. 5-6 дней? 5-6 дней. По 20 грамм, да? Это зависит. Если человек примерно, как я, 8-8-9 килограмм, 20 достаточно. Если больше, чем больше всего, 25 до 30. Да, 30. Есть исследования, которые люди, которые занимаются американским футболом. Угу. Большие ребята. Да. Очень большие ребята. Они принимают 30 граммов креатин и принимают 6 дней. А потом, после этого, для меня достаточно 5-6 граммов в день. Они? Да. Большие. Большие. 10 граммов в день. И даже, если следовательно, я могу потом отправлять в листацию. И посмотрели, 5 лет спортсмены скользовали 10 граммов в день, и ничего плохого не случилось. 5 лет? 5 лет подряд 10 граммов. И ничего плохого не случилось. И вы, и вы, и вы. Все, все, все вправо. Все прекрасно. Это означает. Но, затем, еще 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 момент. Когда сделана грузка все креативно, дальше биться соком. Надо бить какие-то сладкие. Классно. Банан с сахаром можно? Банан не очень. Надо какой-то сок сладкий. Ага. Почему? Сахар в воде. Либо сахар, да. Потому что спрос получается. Если ты принимаешь без сахара, чуть организм держит, а чуть может быть потерять. А если тогда с сахаром, тогда идет такой, у нас есть гормон инсулин, который регулирует глукозу. И тогда получается сахар, немного глукозы в крови. А инсулин будет все это транспортировать и помогать, чтобы он в клетке именно в мышцы попали. Лучшее время тогда для приема? Когда? Или не важно? Посмотри. А тогда что я сделаю? Держав нагрузку, надо разделить это в 4 раза в день нагрузку. 10 грамм? Нет. Когда загрузка? Загрузка. Загрузка сделаем, допустим, утром, днем, вечером и ночью. И сделаем примерно 3-4 часа между приемом. И тогда сделаем 5-6 дней. А после этого можно 10 граммов, тогда лучше за час до тренировки 5 граммов и 5 после сразу. Это сомнение. Отлично, спасибо. Хорошая информация. Мы это знали, но научно это не было. Теперь я понимаю. Да. А еще такой вопрос такой. Сейчас еще один пример по креативу. Я тоже по креативу. Да. Есть люди, которые принимают с водой. И так это не получается, потому что, может быть, и ты принимаешь 5 граммов, организм просто… Не устает. Нет, человек, это 3-2. Мы не знаем. Это зависит от немецкого. Есть люди, которые пробуют все это держать, а нет. А сколько тогда должно быть сахара? Сколько сока? Стакан достаточно? Стакан достаточно. И одна ложка сахара, да? Одна с половиной. Одна с половиной. Да. Люди будут набрать вес, но затем надо узнать. Если люди очень-очень хорошо похудеют, но похудеют, тогда не для чего нет. Ну да. А еще вопрос. Вот я про креатив знаю уже, наверное, лет 15, если не 20. Да. И была такая фишка, что нужно принимать его с Coca-Cola. С Coca-Cola? С Coca-Cola. Нет. Почему Coca-Cola? С Coca-Cola. С Coca-Cola. Да, да. На самом деле это не Coca-Cola. Конечно, люди принимались с водой и не получили результат. А сколько? Да. Потому что не Coca-Cola, а сахара. Все нравится. Сахара. Это ключ. Тогда следующий вопрос. Креатин продается как минимум в трех вариантах. Моногидрат, фосфат и есть транспортные системы. Есть ли смысл тратиться на транспортную систему? Ведь она стоит в 3-4 раза дороже? Нет. Нет. В принципе, больше, если следовало, не посмотрели, что примерно они работают однако. Они пока не могли посмотреть. Поэтому, если идет чуть-чуть больше, давайте купишь просто моногидрат. Моногидрат. Просто не 5, а 6 граммов. И еще дешевле, чем получили. И дальше весь этот без проблем. То есть, я понимаю, что все четыре фактора, они доказаны и теоретически, и практически. Да. А есть еще четвертый. Мы не говорили четвертый. Ионы водорода. Ионы водорода. Как это доказано будет? А теперь что случается? У нас есть питание, протеин, у нас есть стресс, гормон, у нас есть креатин, свободный креатин, а надо какие-то определенные… Закисление. 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 А почему, как доказано? Если посмотреть люди, которые работают, например, эндуренс, на вносливость, у них они могут работать, и работают, работают, работают. И тоже есть АТФ, тоже есть крем-синфосфат, но затем идут гликолизы, аэробные гликолизы, а тогда мышцы не закисляют. Если не закисляют, они мало растут. И поэтому что случается? Если мы нормально работаем с большими весами, они уже быстро, у них меньше метокондрии, чем оксидные. Тогда все равно они будут закисляться. Это не очень важно. Но тогда, когда следующий час, снова часть, когда мы сделали раздел об окислительных, это очень-очень важно. Очень важно. Это не так важно для гликолитических, да? Потому что это важно для всех, но гликолитических уже имеют меньше метокондрии, поэтому они закисляют быстрее. Быстрее. Метокондрии в окислительных волокнах просто сжирают эти ионы, да? Да. Им нужно больше времени. Да. Либо азотом. Да. Хорошо. Это понятно. Тогда перейдем непосредственно к тренировкам. Как правильно тренировать миофибрилы, гиперплазию миофибрил в гликолитических мышечных волокнах. Правильно? Все. Окей. Если запомнили в начале этой лекции, мы говорили, берем обучение людей. У него, как это доказано уже, 50% это давление на нижний волок, 50% это быстро. Это означает, если мы хотим работать на гликолитических, на быстрее мышечных волокнах, интенсивность должна быть минимум 60%. Да. Если интенсивность идет где-то 70-80, даже до 100% это хорошо, это означает, что мы будем работать все группы мышц. Дальше есть потом слайд, мы можем показать вам. И этот слайд показывает, как мышечная сила, структура вовлечения мышцами работают, когда интенсивность увеличивается и больше, мышцы работают больше и больше, когда все будут мышечными. Хорошо. Тогда такой вопрос, чтобы все понимали. Я не до конца понимаю, что такое интенсивность мышц, 60% и выше именно для работы вот с железом. Окей. Вот. А как сделать? Это легко. И сделал, например, один повтор максимум. Поставлю груди на железе, например, и ты, допустим, берешь 300 килограммов. Один раз 300 килограммов. Спасибо. Это означает, что 100% все мышечные волок, они могут добить 300 килограммов. Это по общим 50. Это… 150 будет, да? 50. Это означает, что вы должны работать больше чем 150. И поэтому это можно просто тестировать. А, есть у меня ученик, который фитнес занимается не больше 50 килограммов. Он должен сделать. Нормально. 50 – это максимум. Это означает, что 25 килограммов – это уже больше чем половина. Понял. То есть, получается интенсивность упражнения для бодибилдера – это процентное соотношение от его разного максимума. Он должен быть тестировано. Все. И все спортсмены, и все любители, чтобы узнать возможность человека. И тогда мы будем определить… То есть, первое – это интенсивность минимум 60%, чтобы подключать для критически мышечных волок. Да. И тогда, чтобы подключать больше, примерно 8-85. Тогда такой вопрос. Да. Вот я тоже об этом слышал – 80-85. Но поверь мне, на практике, если я возьму 80% от своего разного максимума в любом упражнении, я не смогу поработать 30-40 секунд. Меня задали гораздо раньше. Окей. Это точно очень важно. Тогда и что делать? А, еще в момент здесь. Если люди, которые смотрят нас, если они работают и любители, или не профессионалы. Это очень важно. Мне надо один повтор максимум тестировать. Это можно получить травму людей, которые не очень прибегут. И что делать? Я советую для своих учеников 4 повторных максимум. Потому что, когда 4 раз – это означает 90% от максимума. И это легко, чтобы сделать математику. Например, человек сделал 250 килограммов 4 раза – это Это означает, что у них 90 процентов, 10 процентов от 250, это 25 килограмм, добавить 25 килограмм, и примерно это 1 бак максимум. Но я не о том говорю, я говорю не о тестировании, я говорю о том, что вот я знаю к примеру, что я 200 килограмм жму лежа, если я возьму 80 процентов, это будет где-то 160 килограмм. 180? Сколько ты сказал? 160 килограмм, если же 200, у меня один. Да, 200. Ну, неважно. Ага, это 4-10 процентов. Это примерно 80, да. 160? Да. Я не смогу работать 160 килограмм, 40 секунд, которые необходимы. 40 секунд это максимум. Это максимум. Никто не сможет, больше единицы. Это вообще, это максимум. Не надо. Это к чему нужно стремиться. Да, да, да. Это к чему нужно стремиться. А как мы сделаем? Тогда есть простой вариант. Поставим, допустим, 200, например, 200 килограмм это максимум один раз. Поставим 160 килограмм. Человек сделал, например, 6 повторений. Ты можешь посмотреть сколько, сколько времени он делал. 20 секунд. Убираем где-то еще 10 килограмм. Да, и поработал еще. И дропсед. Да, и так далее. Это очень важно. Сделаем дропсед. Потому что люди, когда слушают Силуянова, я по началу тоже не понимал. Силуянов постоянно говорили об отказе. Но, друзья, отказ это никогда вас задавило штанги. Вы можете сделать два-три раза вас задавило. Это не отказ по Силуянову. Вы не закислитесь, ничего. Это есть отказ, но затем не получает время, достаточно времени, чтобы свободно перейти и закисление губ. Поэтому нужно добиваться отказа не за счет хорошего вас весом задавить, а за счет сжения в мышцах. Например, в грудных мышцах. Вот это очень важный момент, на который обращайте внимание. Потому что молодежь послушает, подумает, а возьму-ка я там два-три раза сделаю отказ. Все. Это есть хорошо, но затем запомни, это примерно как у тяжелой радиолепистки. Они сделают один повторение, обычно не растут так много. Потому что нет и имеет этот свободный креатив. А если троп в сердце сделан, нормально. Начали где-то 160, убираем 10 кг в каждую сторону. Это примерно 140, можно еще. Четыре повторения, если нужно еще 100 кг и сделаем еще. То же время нужно дойти. И самое главное здесь, если мы потом поставим слайд для них, они могут посмотреть, что есть примерно от 20-40 секунд. Плюс-два. Всего-то плюс-два. Что-то плюс-два. Это надо тренироваться с партнерами. Терпеть жене. То есть партнер будет помогать концентрическую часть, а не будет эксцентрическую последнюю лампу. Либо опять-таки сбросить весы еще через жене. Да, но лучше с тренерами, с партнерами это будет более эффективно и безопасно тоже. Потому что люди могут одному, допустим, сделать спват, приседания и потом будет на место существовать. Ну да, с интенсивностью разобрались. Что следующее? Окей. Тогда что делаем? После этого, если не получается все это скисление, тогда мы должны дать времени, чтобы мышцы восстановился. Восстановился объект, креатив фосфат. Да, и даже креатив. И даже его водолюды должны снизить чуть-чуть. Потому что это минимальное время 2 минуты или 5 минут. Если так работал 40 секунд, как сказали, дропсет на максимум, тогда примерно 3 до 5 минут. Этот прием до 5 минут. Но это не означает, что будем сидеть и ничего не делать. Нет. Например, человек работал на грудь, он будет на бицепс, например. Потому что бицепс они не пропадали. Но на трицепс нельзя будет работать, друзья, потому что трицепс работает в жимах. Обращайся на это внимание. Да, на трицепс нельзя. Поэтому, когда люди и тренеры, они сделают грудь и трицепс, это не очень хорошо. Это не хорошо. Это то же самое, когда сделают и спина, и бицепс, тоже не хорошо. Лучший вариант был. Или только грудь, или только спина, или только ноги по отдельному. А потом ешок, ешок, ешок тренировок сделает вечером, например, другие. Или другой день. Или другой день. Либо сделать, как мы и скажем, грудь с бицепсом, спина с трицепсом. Ноги отдельно. И плечи можно делать. А плечи можно делать. А плечи это три пучка? Я могу сделать один пучок. Соберейный пучок могу сделать. И плечи можно сразу. Можно сразу. Но затем другой, другой момент. Когда работали разные группы мышц. И здесь пока АТФ это не проблема. Креатив фосфат это не проблема. Ионоводорода тоже нет, потому что мышцы не были использованы. Но затем центральная раллированная система начинается установить. Поэтому надо минуту тогда, если работаем, например, грудь и бицепс, в минимум минуту отбирать перед мышцами. Чтобы центральная раллированная система восстановилась. И смогли сократить. Альфан, я вот здесь хочу тебя спросить. Потому что ты помнишь в России Салим есть? Он тоже работает у Сильянова. Салим, он тяжелоатлет. Помнишь? Я вижу его лицо. А, например. Вот мы с ним поспорили. Он утверждает, что центральная нервная система не утомляет. Нет. Она утомляет. Но затем что случается? Она быстро восстанавливается. Можешь лицо сказать, что она не утомляет. Именно говорят они, что, насколько я понял, что центральная нервная система от тренировок от упражнений не может утомиться. Но я с этим не согласен. Нет. Это, кстати, я не знаю как, о чем он конкретно говорил. Но это утомляется. И ездит просто как спортсмен. Ты там знаешь. Если я ездил на пример. Конечно. Просто сделав другой пример. Человек сидит на компьютере и думает, думает, думает. Питается больше 30-40 минут. Конечно. И уже начинает вставать. Это тоже самое. Центральная нервная система есть. Я думаю, что центральная нервная система устает от любой долгой и продолжительной работы. Работы вообще не важно. Читать, смотреть телевизор, играть в штат. Это можно доказать. Есть кистевой динамометер. Это у меня есть. Я там работал с боксером. Профессиональный боксер. Человек в Бразилии. Эдсон Хорем. Очень хороший. Крутой. И это примерно 10 лет назад, перед тем, что я приехал в Америку. И там каждую неделю я работал с кистевой динамометом. А боксер, если вы знаете, они не держат. Не держат. Поэтому сильная должна быть однако. А не как. А со временем, когда уровень подготовленности увеличивается, и тоже кистевая сила увеличилась. А когда мы тренировались очень много, сила начала падать. Это означает, что первый семинар перетренировки. И тогда я сделал более 3 года работу с чемпионом Бразилии. И что посмотрели. Каждую неделю посмотрели, чтобы сила восстанавливалась. И это 100%. Если ты тренируешь где-то, 3-4 дня падает очень сильно, 5 дней сила падает. И даже не работает в этой мышц. Моксер не работает. Они просто ударят. И видишь, потому что центральная медная система. Утомляется. Утомляется. Это 100%. Ну идем дальше по гликолитическим мышцам блоков. Но она восстанавливается. Поэтому чтобы не сделать эту перетренировку, что делать? Минимум минута, если без такой гликолитического счета не скажем. Да. И можно это тоже. Это даже от Лев Павлович Магниев. Он уже доказал. Более 4 недели подряд мы должны увеличивать объем либо интенсивность. Мы могли 1-2-3 недели. 4 максимум 1 неделю изменились. Чтобы центральная медная система, все гормональные, все эндокринные системы восстанавливаются. Хорошее, кстати, замечание. А что ты скажешь? И я, и мои ученики тренируются вообще по-другому. Я делаю. Одна неделя мы тренируем гликолитические волокна на миофибривы. Другая неделя окислительные на миофибривы. Потом только сила, когда мы делаем небольшое количество повторений. А потом цикл повторяем. Это лучший вариант. Потому что что означает? Когда я делаю окислительные, немного напряжение идет для гормонов. Когда на великолитических, это уже больше на сухожилии, на мышцы чувствовать. Не так немного в центральной медной системе, не так в эндокринной системе. А когда только на максимальную силу, тогда гормональная эндокринная система не восстанавливается. Поэтому это тоже можно. А еще раз как? Потому что меняет уже направление. И в центральной нервной системе не так в итоге. Точно, точно. Поэтому нормально. Но все равно я не делал сиклы. В следующем году. 6 недель. Одну неделю можно спускаться чуть-чуть. Интенсивность еще высокая. Можно просто объем снизить. Если сделала, например, в одном тренировке 4 упражнения, каждый сделала, допустим, 6 подходов и сделала просто 3 подходов. Но интенсивность еще высокая. Наполовину, например, снижает объем. Просто одну неделю. Скажи, я правильно понимаю, мышечное волокно, мышечная клетка, почему волокно называется? Ну, оно длинненькое. Соответственно, миофибрилы, это тоже такие длинные структуры. И наверняка есть центральная часть, именно вот, что составляет мясо, к примеру, да? А по краям это, наверное, сухожильные части. Или нет? Никакой способ. Ну, вот мышечное волокно. Да. Посередине это как бы мясо. Все мышцы, мышцы, мышцы. А сухожильные части где? А сухожильные или просто между костями. Да, но оно соединяет с мясом. Да, мясо, мясо, да. И когда мы вот тренируем, увеличиваем то же количество миофибрил, получается, что вот это не успевает. Ведь мышца быстрее, что останавливается, да? Да, да, да. Это тот же главный момент. Если человек тренируется с большими весами. Постоянно? Постоянно. Один повтор на акцину, два повтор на шею. Даже если постоянно, да? И даже если постоянно тогда означает, что мышцы будут восстанавливаются быстрее, на сухожили нет, на сухожили не успевают. Поэтому травмы такие иностранные. И это уже доказано уже давно в... Люди, которые бегают марафон. Наши люди, которые бегают марафон. И даже у нас есть в слайде, там я с Силенович, даже в лаборатории мы посмотрели. Мышцы после марафона, они все спортили. Через 30 дней еще идет восстановление. А сухожили может быть 6 месяцев. 6 месяцев? После марафона. Обращайте на это, друзья, внимание. Если ты смотришь, все марафоны высшего класса, они не бегают больше 2 раза в год на максимум. Они могут не который старт просто для примеров, но которые они... Для поддержания формы. Да, для поддержания. Но которые они... Главный старт, только это вам в голову. Именно из-за сухожильного восстановления. Именно из-за сухожили. И люди, которые питаются, сделают больше, карьера широк. Получается на больше 5 лет, они на наше спорта не на мегатропс. Значит, мы уже имеем 2 важные части. Это первая, интенсивность упражнения, от 60% и выше, да? Вторая часть, это время под нагрузкой и время отдыха. Да. Или это может разделить нож на 2, это уже 3 части у нас, да? 3 части, ага. Что дальше тогда? Вот. И что... Главное питание теперь очень главное. Время, которое принимает. Это не просто протеин, но время, которое принимает протеин. Есть несколько исследований, я недавно посмотрел. Один, который сделал в Маринине. Маринине – это высшая милиция. Американцы. Да, 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 да. И они посмотрели 150 человек, а не 150, большое количество. И они сделали 3 группы. Один группа только после тренировки, только углеводий. Другая группа – ничего. Вообще ничего. Ничего. Плассебо было. Контроль. Да, да, да. Чтобы они пили, но ничего не было. Плассебо называется. Плассебо, да. Да. Они восстанавливаются быстрее. Углеводий и протеин быстрее. Углеводий и протеин быстрее. Да, да, да. Быстрее. Самый лучший эффект. Самый лучший. Затем они получили меньше травм. Это было примерно каждый, практически год эксперимент. Большой эксперимент. Виар мы сделали. У Марии Макарус. И сделали. Посмотрели, что получается меньше травм. Мущество восстанавливается быстрее. Они есть маленький как сервей, как… Дневник? Да, как лог. Чуть-чуть, чуть-чуть. И они посмотрели, что чувствовали лучше, чем другие группы. И затем получили меньше простуды и… А, заболевали? Да, заболевали. Имунная система тоже была. Да, имунная система. 30% меньше заболели, чем другие группы. Очень интересно. Потому что протеин помогает в кармонах, помогает в губы мышц, в сука жиле, разные-разные функции. Получается, опять-таки, нужны быстрые углеводы, аминогислоты, белки, да? После термировки. После термировки. Сразу же после термировки. Углеводы и протеин. Это самим лучшим. А сколько тогда нужно делать, вот если я тренирую сегодня грудь? Да. Хочу увеличивать меня феврилы при климатических волокнах. Сколько мне нужно сделать рабочих подходов? Подходов. Окей. Для каждой группы мышц минимум 3 подходов. Максимум 10 подходов. Но 10 подходов на грудь я же умру. Но затем поменяем уголь. Можно сделать все железы, но 10 будет очень тяжело. А что делать? Разный уголь. Ну так. Нижний уголь. Нижний уголь. Да. Примерно получается 4 подходов на максимум. Чемпионжа. Ага. 3. И 3 вниз. Ну да. Все на максимум, как сказали. Все на максимум. Но это получится. Тренировка затянется очень надолго. Если мы будем делать 10 подходов рабочих. Отдыхать между... Но что делаем? Работаем еще другие группы мышц. И затем мы сделаем, называется триплекс. Это сначала сделаем грудь, бисепс и пресс. Сделаем абс. И уже я восстанавливаю. И тогда уже получается 3-3-3. Каждые примерно 3-4 минуты ты уже сделал 3 подходов в разные мышцы. И получается тренировка затянется за час очень интенсивно. Очень интенсивно. Это получается сделать так. В понедельник, например, во вторник должен чуть полечь. Может на другую группу мышц, но чуть полечь. А уже в среду можно уже так интенсивно на ноги, например. Да. Это получается интенсивно. Это не больше 2 дня подряд. Если сделаем вторник, в понедельник, вторник, тогда следус активно лековый. Как сказать? Восстановление. Активное восстановление. Активное восстановление, да. Если нет. То есть каждый день, даже если разные группы мышц, все равно это будет для организма очень тяжело. Будет тяжело, потому что мы делаем много гормонов. И можно... Это даже Ганселье, это Ганселье там в Канаде, и посмотрел там даже в мышки, да, и поставил на третью плане и сделал тренировку, тренировку, тренировку. Они все умерли. Потому что когда он отрезал мощь и посмотрел, все это железо, они все, если честно, все добежали гормон, 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 гормон и все, болит. Поэтому, в ваш взгляд, периодизация очень важна и восстановление. Да. В будущем будем говорить о тренировке. Что еще ты расскажешь про гликолитические волокна? Что еще в плане тренировки нужно соблюдать? Вот, гликолитические тоже важно. Тогда, если человек начинающий, что делать? Не надо так много, большой объем сделать один раз в неделю. Тогда, получается, минимум два раза в неделю каждую группу мышц. Сделаем пример, как можно тренировать. Сделаем, например, ноги и плечи в один день. А второй день сделать спина и трисепс. Потом сделать грудь и бисепс. Три раза в неделю, например, да? Нет. Это, например, три дня подряд. И это будет нормально? Ни период давления не будет? Три дня подряд. Раз, два, три. А следующий день отдых либо просто на карте, либо в восстановлении. Активный отдых. Активный отдых. А следующий день что делать? Просто один либо два упражнения для каждой группы. Активный отдых. Но я думаю, можно все тело? Все тело или нет. В таком времени? Тогда уже и работа. Одно упражнение на ноги, одно упражнение на груди, одно упражнение на спине. Но опять-таки в режиме глигоэтических волокон? Да. А как же то, что Сил Йона говорит, что необходимо 14-15 дней? Нет, я бы сказал, что у новичок и у людей, которые начинают, объем тогда меньше. Не 10 подходов, не 10 подходов. То есть тренировка растет ли объем? Да, объем мышц. И сначала тогда меньше, и сделать так поддельно каждую группу мышц, и она тренировка все вместе. Это лучший вариант, потому что если тренируешься большой объем, именно у новичок, они будут болеть 3 дня подряд. Если, допустим, например, у меня там много клиентов богатее, допустим, врач, либо лоер, адвокат. А как? Представляете, лоер, или врач, или хирург есть дело, ну как он не будет? Понимаете, ты потеряешь клиент. Это опасно для тренера. Хирург, который может потерять клиента в прямом смысле. Да. Подправить его. И так не хотят. Но даст работу блага. Да. Но он все равно работает. У нас тоже, по-моему, очень много мотоциклетов даже много не много. Это просто... В идеале нужно заниматься только этим. Либо заниматься, давать себе больше отдыха. Ведь можно, можно же построить тренировку понедельник всегда пятница? Понедельник всегда пятница. Для любителей, да. Все. Да. Но мы говорим сейчас, конечно же, больше не для профессионалов. Мы говорим сейчас для тех, кто приходит тренироваться, что хорошо себя чувствует. Фитнес. Чтобы видеть какие-то мышцы, сжигать жир. И что мы должны делать? Понедельник всегда пятница. Работа у нас на направлении силовые возможности. А уже вторник, четверг на флоскласс. Уже кардио, эллиптику, третий год. Ты шпон гулять, неважно. Ты шпон гулять, неважно. Ты шпон гулять, неважно. Но, понимаете, он уже такой... Забызывает уровень. Но это конечно же... Не каждый просто сейчас современный человек может позволить ходить каждый день в жопы зала. Вот. Все. Если мне можно, тогда я советую купить Polar. Понимаешь, Polar? Да. А с Polar, и даже все клиенты свои, я сделаю, чтобы они купили. И даже новый Polar это H10. H10. Это модель. И что он делает? Он может записать даже уже прибор. Или Apple часы? Apple часы не очень, потому что не очень аккуратно. Можно, но не очень. Не точно, да? Не очень. Не точно. У Polar все-таки есть. У Polar все-таки есть. У Polar все-таки есть. Но затем H10, он даже без сотов, не надо мобильный, он записывает сам прибор. И тогда ты можешь скачать, и на компьютере можно посмотреть, как он идет. Это очень супер. Да. И можно просто обладать, чтобы посмотреть, сколько количество часов спать, как ходить. Это просто какие-то. Общая информация. Общая информация. Общая информация. Да. Ионная водорода. Да. В оптимальном количестве. В оптимальном. Не перезакислится. Ага. Ни в коем случае, да? Если это получать проблем. И можно сделать себе хуже. Да. И теперь, как назвать вот то, о чем мы говорили для упражнения именно. Это то было факторы, а это… Вот. А что вы делали? Мы посмотрели четыре важных фактора, которые помогают мышц растет. Это помогает у любителей, у профессионалов, у всех. Да. Это четыре фактора. Но запомни, у нас есть гликолитический ручный волок. Я посмотрел. И мы работаем на СЭУ быстрый гликолитический. А теперь… Это можно методом назвать, да? Методом развития гликолитических ручных волок. Да. Подытожим тогда про гликолитические. Это первое, что у нас там, интенсивность упражнения от 60. Вот. Начинается от 60. От 60 и выше. Ага. Если будете делать меньше 60, вы будете включать описительно, о чем мы поговорим. Это следующее. Следующее. Это время под нагрузкой, да? Время под нагрузкой от 20 до 40 секунд. 40 секунд. Время отдыха между рабочими подходами, чтобы успел восстановиться. Да. Если сделано максимума, два, три, до пяти минут. До пяти минут. Да не помогло. Это вот основное про гликолитический, да? И от трех рабочих подходов. Да. До максимума 10. Это уже, друзья, потолок, когда вы станете очень тренированным человеком. Поверьте мне. Как и горы. Да. Я сейчас делаю 4-3. Я обнимаю все равно. Я обнимаю все равно. То это на максимум. Да. При том, что я не скрываю, я сейчас, ну и на фан поддержке. Я не просто гормоны получаю от тренировки. Я еще их получаю извне. Мне все равно тяжело. Ага. Боеведящие. Может быть, у меня мнозливость плохая? Да. О мнозливости поговорим отдельно, да? Отдельно, отдельно. Ну что, друзья. Спасибо, Степан, за то, что рассказал нам про гликолитические. Давайте сейчас поговорим о окислительных мышечных уроках. И чтобы это заканчивается. Вторая часть. И потом посмотреть следующие лекции. Это примерно через неделю. И потом обязательно дать нам вопрос, это лечь и ответить на вопросы. Потому что здесь будет о общем говорим. Чтобы вы четко понимали и ваши вопросы покажут нам, хорошо ли мы до вас наносим, как должна строиться тренировка. Мы будем понимать. Всем пока. А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг «Фак фитнес». Почему она так называется? Вы поймете, прочитав эту книгу. Взгляд и подход к тренингу кардинально отличается от общепринятого. И дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Редактор субтитров А.Семкин Субтитры создавал DimaTorzok